Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам узор, объемный кос. Провязали основной цвет, основу, теперь начинаем вязание косы. Можно вязать с одной стороны, можно с другой, разницы никакой, потому что использовать мы будем отделку. Из нити водителя убираю нить, перевожу каретку на другую сторону, потому что мне проще вязать справа налево. Ставлю в переднее положение все иглы, кроме первой десятки. Десятками проще вязать, потому что легче считать. На самом деле количество игл в косе может быть абсолютно любое. Но чем длиннее коса, тем, наверное, она должна быть потолще. Оптимально 6 рядов, я буду вязать 6 рядов. Просто, если вязать больше, может быть тяжело держать полотно. Беру первый цвет, включаю рычаги частичного вязания, потому что иглы, которые встают в переднем положении, вязать не будут. И провязываю 6 рядов. Можно обвить иглу, стоящую с краю, чтобы у нас не было отверстия. 4, 5, 6. Провязали 6 рядов. И теперь соединяем протяжки, которые у нас получились внизу, с петлями на иглах. То есть мы делаем простейший подгиб. Теперь эти иглы, 10 игл желтым цветом, я провязываю этим же желтым, чтобы соединить полотно. Желтую нить вынимаю в нити водителя, опускаю вниз. Ставлю в переднее положение половину. 1, 2, 3, 4, 5. Доставим 5 игл с правой стороны. С левой, простите, 1, 2, 3, 4, 5. У меня в работе опять 10 игл. Беру второй цвет. Так, перевожу каретку, конечно. Закрепляю нить. Провязываю 6 рядов. 1, 2, 3, 4. Обвиваю, чтобы у меня не было отверстия по краю полотна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этих иглах точно так же создаю подгиб. Его хорошо видно, потому что цветная нить отлично разделяется с основной. Справа, слева, не важно. У вас все равно соединятся петли. Я имею ввиду накид на иглы. Протяжек, потому что снизу у нас на одну протяжку меньше, чем количество игл. И на этих же 10 иголках провязываю. Видите, обвиваю желтую. И провязываю на 10 иглах зернули. Опускаю вниз нить. Ставлю 1, 2, 3, 4, 5 игл в переднее положение. 1, 2, 3, 4, 5 игл в следующих выставить. Перевожу каретку. Желтая нить находится как раз четко под той косой, которую мы начинаем вязать. Поэтому между крайними иглами пропускаю желтый цвет. Вставляю в нить 6 рядов. Закрепляю подгиб. Провязываю 1 ряд на желтых. Не обвила желтенькую, когда начала вязать. У меня будет небольшой отверстие. Его будет в принципе не видно, но лучше все-таки обвивать. Убираю нить из нити водителя. 5 игл вперед, 5 в работу. Зеленая нить находится четко под тем местом, с которым мы начинаем зеленую косу. Пропустили нить между первой и второй иглой. Ряд. Обвили крайнюю иглу и еще 5. Теперь точно так же делаем. Формируем планку подгиб. На зеленых петлях провязываем 1 ряд, обвив крайнюю иглу. Обвивая крайнюю иглу 1 ряд. Соединили. Нить вниз, 5 игл в переднее положение, 5 игл в рабочее. Желтая нить находится четко под тем местом, с которым мы начинаем вывязывать желтую косу. И так далее. Таким образом мы с вами, чередуя нити, вывязываем горизонтальную косу. После того, как закончили ряд косички, у меня начинали с 10 петель одной косы и закончили. То, что у меня желтое-желтое, это случайность. Видите, полотно выровнялось, мы провязали ряд кос. И теперь продолжаем вязание основной косой. Получились у нас с вами вот такие объемные косы, выполненные обычным тылевым вязанием. Если это видео вам понравилось, если было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши вязальные посиделки по вторникам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.